Время больших возможностей на Ближнем Востоке. Беларусь предпринимает решительное действие по расширению своего присутствия в регионе. Импульсом станут переговоры на высшем уровне. Александр Лукашенко накануне встретился с главой Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом Бензаидом Аль-Нахайяном. Визит без сомнения продуктивный и даст положительный экономический эффект не только в торговле с Эмиратами. При этом эксперты подчеркивают, это продолжение давно установившихся двусторонних отношений между государствами, которые уже годами поддерживаются лидерами стран. Что до нынешней встречи, она длилась около четырех часов. Разговор шел о сотрудничестве, которое можно назвать долголетним и уважительным, причем как на уровне государств, так и лично между президентами. Дружескую атмосферу подчеркивала обстановка. Мухаммед Бензаид Аль-Нахайян пригласил Александра Лукашенко домой, где вместе с главами государств были старшие и младшие сыновья президента Беларуси, что также свидетельствует об особом характере отношений. Лидеры договорились о сотрудничестве по многим позициям в торговле и инвестициях. В ближайшее время в нашу страну прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы. Говоря о встрече глав двух государств, мы можем отметить, что, во-первых, она получилась очень теплой и дружественной, как и всегда, а во-вторых, очень обстоятельной. Были обсуждены практически все направления двустороннего сотрудничества, как и традиционная торговля, инвестиционные проекты, так и перспективные направления. В общей сложности порядка десяти. Поэтому готовимся работать, надеемся, что эта работа будет результативной. Абудаби давний экономический партнер Минска и главный среди государств Совета сотрудничества стран Залива. Товарооборот между партнерами в 2021 году почти 80 миллионов долларов, в том числе белорусский экспорт около 60 миллионов. В Эмираты мы поставляем продукцию нефтехимии, грузовые автомобили, пищевые продукты. Внушительный экономический эффект достигнут, в том числе благодаря политической воле. Отношения со странами Ближнего Востока в Республике Беларусь налаживались уже достаточно давно. То есть это не результат последних дней, это усилия многолетние. В первую очередь здесь надо отметить личные усилия нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, потому что именно благодаря им сложились отношения не просто партнерства, поддержки, а именно отношения какой-то личной дружбы между главами государств. И это способствует более тесным и более продуктивным контактам на самом деле, потому что не секрет, что Восток это дело тонкое, отношения там складываются во многом на личностном уровне. Можно сказать, что это как раз та программа разворота на Восток, которую мы активно продвигаем. Наше сотрудничество показывает хорошие результаты. В частности, товароборот с Арабскими Эмиратами за последние пять лет вырос в три раза. То есть это серьезный показатель. Объединенные Арабские Эмираты вкладывают достаточно большие инвестиционные средства в развитие нашего государства. Мы им также можем отвечать сотрудничеством в области информационных технологий, зеленая экономика. То есть мы говорим о совместном сотрудничестве, не просто торговле, которая нас, естественно, интересует, а сотрудничество. То, что позволит нам эффективно развиваться в будущем и нам, и государством, нашим коллегам-партнерам. Беларусь также обсуждает вопрос заключения соглашения о свободной продаже услуг и осуществлении инвестиций. Это, среди прочего, будет способствовать и торговле Эмиратов со странами ЕАЭС. Провокации на белорусско-украинской границе не прекращаются. Со стороны Украины пытаются слепить наши системы наблюдения. Представители украинских вооруженных формирований ночью направляют осветительные приборы в нашу сторону. Вероятно, чтобы скрыть, что именно они делают вблизи белорусских рубежей. Как правило, под покровом ночи устанавливают мины, отправляют людей в наряды или же просто провоцируют наших пограничников. В Энергодаре устанавливают обстоятельства теракта. Утром взорван автомобиль, один человек погиб. Это сотрудник полиции, который, как считают эксперты, и был целью. Взрыв был настолько сильным, что в домах окна выбиты вплоть до последних этажей. Также сгорела машина рядом со взорванным автомобилем. Место преступления по-прежнему отцеплено, работает следственно-оперативная группа. Еще больше международных интриг и скандалов. Очередную порцию авторских расследований в отношении заморских политиков смотрите в нашем эфире проект «Лавров за гранью» после вечернего выпуска новостей. И начнем с почетного победителя конкурса «Самый противный премьер Альбиона». Это я про любителей, местами даже профессионала вечеринок с алкоголем, наркотиками и моральным разложением, Бориса Дженсенюка. Под кодовым позывным, седина в СЛЭДЭЦ, без в ребро, в ноздрю и вообще почти везде. Под полковник американской армии Дэниел Л. Дэвис, поимевший как-то ходку в Ирак и две в Афганистан, то есть вполне себе боевой вояка, который форму надел не для участия в ролевых безобразиях, на этой же той неделе назвал резонансное решение США об отправке танков на Восточный фронт огромной, но информационной операцией. Многие из нынешних немецких политиков из рассказов немногих уцелевших своих дедушек не понаслышке помнят, чем отправка кошачьих на Восток, тигров там всяких и пантер. В прошлый раз у стен Рейхстага, ой, простите, Бундестага, конечно, для них для всех завершилось. Искренне полюбить американское доминирование от этой сказочной госдеповской белоснежки ни у кого, кроме политических гномиков из Балтийского бассейна, в Европе так и не получилось. Вот и приходилось вертеться, как леопард на раскаленной крыше. Евразийский союз успешно справляется с новыми вызовами, а интеграционные устремления пятерки только укрепились. Сегодня у каждой из стран есть четкое понимание безальтернативности этого вектора. С такой позицией Беларуси согласились участники Межправсовета, который завершился в Казахстане. Примеры обсудили макроэкономическую ситуацию в странах Союза, новое предложение по обеспечению устойчивого экономического развития, реализацию проектов по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок. В целом товарооборот внутри ЕАЭС за минувший год вырос на 11%, расчеты в национальных валютах достигли исторического максимума – 80%. Главный драйвер для дальнейшей углубленной и взаимовыгодной интеграции импортозамещения. Именно оно сделает объединение еще более суверенным и влиятельным игроком на международной арене. Евразийский союз с честью выдержал очередной стресс-тест. Становится очевидным, что мировое сообщество вступило в эпоху уже деглобализации экономической системы, переформатирование мировых рынков, ломки и перестройки цепочек поставок, разделение платежных систем, пересмотра многими странами структуры своих золотовалютных резервов. Наши государства стоят перед лицом принципиально нового вызова – обеспечить встраивание Евразийского экономического союза в заново формируемую международную архитектуру отношений. Стороны продолжат формирование общего энергетического рынка. В частности, государства ЯЭС уже договорились о равном доступе к электросетям друг друга. Также планируется объединить усилия по внедрению передовых научно-технических решений и еще активнее укреплять цифровой суверенитет. По итогам Межправсовета председательство в органах ЯЭС официально перешло к России. Очередную встречу в формате пятерки премьеры проведут в Сочи в начале июня. Процесс перерегистрации политических партий может начаться в самое ближайшее время. Об этом сегодня сообщил министр юстиции, отвечая на вопросы журналистов. В проекте документа указаны универсальные цели для всех партий, которые будут ставить перед собой задачу участия в данном мероприятии. И в первую очередь здесь надо обратить внимание на то, что эти задачи весьма конкретно обусловлены такими положениями. Это поддержание конституционного строя, не допущение никаких практически действий, подрывающих устои нашего общества, мораль нашего общества. Кроме того, для большинства партий этот проект закона станет лакмусовой бумагой, которая определит, насколько в нашем обществе значима роль отдельных сформированных партий в процессе нашего партийного строительства. Проект предусматривает увеличение минимального порога численности для создания политической партии, необходимость создания организационных структур в каждой области и Минске. Запрещается финансирование объединений из иностранных источников, повышаются требования к учредителям, предусматривается избрание руководящего органа политической партии не реже одного раза в пять лет. Прописана возможность ликвидации партии в случае пропаганды ею войны, террористической, экстремистской и другой запрещенной деятельности. Изменения законов о политических партиях и общественных объединениях уже одобрили. Сенаторы проект будет направлен президенту. Новый рекордсмен в книге Гиннеса – 30-летний пес по кличке Бобби из Португалии. Его признали самым пожилым в мире. Собаки его породы, а это португальская сторожевая, живут в среднем 13 лет. Их главное предназначение – охрана домашнего скота. Предыдущий рекордсмен был из Австралии и прожил до 29,5 лет.